15 водителей муниципальных предприятий «Автотранс» и комбината благоустройства участвовали в конкурсе профессионального мастерства. На первом этапе испытания им было предложено ответить на вопросы по правилам дорожного движения. Участники возьмут билеты, то есть решат, мы проверим, кто из них лучше знает правила дорожного движения. Самый главный показатель сегодняшнего конкурса является безошибочно решить 20 вопросов экзаменационных, которые принимает ГИБДД. За каждую допущенную ошибку на теоретическом этапе конкурсанты получали штраф. 20 секунд добавлялось к результату выполнения практической части. Но, по словам участников, решить билет не так сложно, как выполнить задание на площадке. Практическая, однозначно сложнее. Почему? Ну, тут уже находишься за рулем спецтехники, нужен опыт, нужна аккуратность, навыки. Вводить надо. От теории-то там сел, билет прорешал, готово. А там надо будет поднять груз, вступление, там, змейкой проехаться. Конкурс «Лучшие по профессии» проводится в рамках проекта «Профессиональное мастерство. Основа экономического роста», победившего в конкурсе социально значимых проектов Госкарборации «Росатом». Второй этап, практическая часть конкурса, состоится 2 июня. После этого будет объявлен победитель. В 2019 году за звание лучшего соревновались представители девяти профессий. В городском этапе принимали участие лучшие сотрудники муниципальных предприятий «Заречного». Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».